Родительское желание, если не свернет горы, то самую большую очередь в детсад точно сократит. Мама и папа Комнарского района объединились и собственными силами обустроили для своих детей группу в ближайшем садике. Как поощряется инициатива? Далее в сюжете. Обратно только едет и вперед еще. Константину скоро четыре. Для малыша это первый день в детском саду. Его и других новоиспеченных дошкольников встречают в новой группе хлебом и солью. Для родителей же это помещение почти как второй дом. Месяцами приходили сюда после работы и превращались в ремонтников. Не отказывались ни от чего. Работали и до часа ночи, и до 12, и в выходные. И все, они так ждали, когда эта группа откроется. Ну, хотели, чтобы их дети развивались в детском саду. Во-первых, чтобы было общение между детьми. Во-вторых, чтобы они прошли курс с раннего возраста, чтобы они были общительные, чтобы они уважали друг друга. Пополнение в дошкольном семействе отмечают всем садом. Дети из старших групп показывают младшим, чему их тут научат. Ситуация с дефицитом мест в детсадах в Коммунарском районе – одна из самых проблемных в городе. На очереди стоят полторы тысячи малышей. А эта группа – только вторая, что открылась в этом году. Проблемы, к сожалению, решаются очень сложно. У нас на реконструкции стоит в этом году уже 285-й детский сад. Единственное, сейчас, вы же видите, микрорайон растет очень быстро. Давайте так, я наперед не смогу сказать, всех не всех заберу. Но 14 групп, в среднем по 25 детей, будут охвачены дошкольным образованием. Открытие 285-го сада планируется в следующем году. В планах на реконструкцию еще один – 144-й. Там будет 13 групп, которые смогут принять более трех сотен дошкольников. А чтобы решить проблему полностью, останется открыть еще как минимум 30 групп. Продолжение следует... Продолжение следует...